всем привет друзья это канал и поигралка говорится у нас сегодня распаковка хорошие вещи под названием toinger l7 а это проектор full hd давайте распечатаем наконец-то приехал радость то какая в общем что я об этой вещи уже года три смотрел кучу обзоров так нихрена себе нихрена себе хорошая упаковочка меня порадовало довольно таки такой пока ванчик мягкие дуты очень хорошо весь сохранилась своем первозданном виде так ставим упаковочку и вот оно то счастье ради которого мы рождены так давайте посмотрим что у нас есть тут из важного комплекте нас ничего нет кроме кабеля и проектора что хотя бы приятного человека а как это был товар сохранилась крышечка для объектива чтобы лишний раз он не запылился спасибо продавцу хорошо запаковал собственно и заплатил лишние деньги за доставку но зато я доволен вещь стоящая так он выглядит спереди приятный можно даже его soft touch пластик назвать его приятный матовый на ощупь сверху глянец глянец тоже приятный что нас встречает в первую очередь это сенсорные клавиши вот дальше я в обзоре покажу на что они способны темах не минус вот так выглядит вверх проектора настройка фокуса бывает еще настройка фокуса по трапеции это еще есть вторая крутилка у вас проще говоря и вы можете фокус настроить не только по центру вот так ровно ну и чтобы углы картинки у вас не были смазаны так сзади у нас находится разъемчик и избе для жесткого диска и избе еще для чего так примеру если у вас версия android у меня версия не android у меня версия просто подключается телефон в данных аппаратах версия андроидом она при новая android там тормознутый как на так не самых свежих телевизорах с андроидом все знают что андроид со временем на старых телеках примеру которому два года приходится уже обновлять телевизор чтобы android работал нормально поэтому здесь ничего нет такого есть только подключение телефона и вы можете выводить на экран проектора и на полотно проектора изображение с телефона можно его крутить вертеть телефон сам и тогда у вас будет либо горизонтально либо вертикальное положение экрана все это будет это отображаться на экране так что у нас есть по разъемам разъем под наушники а вы выход кабеля в комплекте не было он обычно еще идет а вы выход чтобы подключать более древним телевизором или к чему там я не знаю еще может быть активе тюнеру кстати да как вариант можно захват делать через тиви тюнер не факт что он вам понравится но имеет место быть значит обычно если вы новый покупаете у вас еще есть с тюльпанами кабель вот дальше у нас идет глазок инфокрасный для пульта почему-то сделали они у спереди обычно бывает покажу вот так вот он глазок обычно его еще дублирует спереди получается вам удобно пользоваться так нужно тыкать пультом это туда задницу как говорится если он у вас висит сверху над вами за вами это не совсем удобно но если вспоминать детство то можно принципе сюда поставить зеркальце маленькая если он стоит на полочке стационарном поставили зеркальце чтобы зеркальце отражало сигнал вот как старый телевизор березка если светить допустим зеркало если напротив телевизора стоит зеркало вы сигнал будет отражаться от пульта принципе маленькое зеркальце поставить и будет отражаться сигнал на пульте все будет ok с этим только один глазок один разъем hdmi бывает еще вот извиняюсь hdmi 2 usb инфокрасный порт это разъем питания вилка как у обычного магнитофона старого может даже советского принципе такой провод даже если он вам не попадется в комплекте его не проблема будет купить вот собственно разъем самого провода восьмерочка все знают разъем обычный элементарный так хорошо что у нас идет с обратной стороны боковой забор воздуха выдав воздуха кулер где-то размером 60 миллиметров а это не есть good и шум довольно такие существенные если проектор стоит возле вас если проектор где-то стоит хотя бы расстояние метра принципе шум на такие умеренный и не особо напрягает вот по сопоставимости звука где-то как видеокарта работающая режиме игр когда разогревается видеоядро и шум приблизительно 40 50 децибел да это разница я точно не знаю если у меня получится я вставлю из других видео люди измеряли именно конкретно шум это модель троингер l7 она считается одной из самых бесшумных среди планом среди 11 ди проекторов так обратная сторона три ножки идет четыре ножки пять ножек раз два три 4 5 это ножка выкручивается то есть вы можете поднимать если он стоит ровно если у нас чуть-чуть наклонен это важно проектор должен быть параллельно или перпендикулярно экрану желательно ни выше ни ниже от этого зависит настройка фокуса и меньше у вас будет размытости плане картинки и так значит проектор можно вешать вверху ногами там переворачиваться настройках картинка вешается он если выкрутить эти три болтика по краям раз два три там есть резьба трех местах вот и она вам позволяет прикрутить проектор в таком положении то есть он будет вверху ногами и в настройках можно перевернуть картинку без проблем вот мне достался проектор без пульта поэтому если он висит под потолком все-таки это важно так хотя бы есть доступ кнопочкам из-под низу нас раз раз наклацали все что вам нужно вот по поводу объектива защищен специальной прорезиненной крышечкой она собирает тоже пыль причем конкретно прикольно на ощупь она гнется переживайте принципе я не знаю чем ее можно заменить наверно эта вещь все-таки полезно хорошо что она есть комплекте и собственно само колесико исходит настройка вращением и как бы показать вас лазит линза вперед таким образом происходит настройка фокуса вот дальше я объясню и покажу постараюсь так сказать из первых уст это обзор чисто любительский я не претендую на какие-то не знаю супер оценки или супер высказывания это первая вещь в плане проектора моей жизни в пользование сравнить не с чем но уже видны недостатки и видны плюсы по цене значит такая вещь а чего оставлю по цене такая вещь вам обойдется если забыл в районе 5000 это принципе нормальная цена если вы располагаете суммой рублей имеется ввиду 5000 если вы располагаете суммой около десяти тысяч за был подобный проектор ледовский за 10000 вы можете купить вполне хорошую вещь которая возможно даже сможет и 4k вот и будет радовать вас изображением ну собственно тут рассказывать больше нечего надпись full hd он прикольный на ощупь ощущается не как дешево как с к очередная железка принципе внушает доверие по весу около 1200 грамм данная модель весит это проектор стоингер l7 а также у нее есть аналог он немножечко по другому называется если я не забуду я вставлю вставочку как называется он идентично выглядит по внешнему виду и естественно идентичен по характеристикам матрица здесь full hd не hd очень часто обращайте внимание если вы ищете подобный товар везде продавцы могут врать вам что это full hd проектор но его реальное может быть разрешение то с которого он все-таки стартует скажем так она будет hd 1360 на 700 68 конкретно здесь матрица идет full hd ну все собственно по внешнему виду такая довольно таки добротная вещь линзочка блестит вроде как стекло линза протирать неблагородное дело когда вы только начнете им пользоваться видите как свет излучает лампа сразу садятся пылинки в темноте вы видите как постоянно эти пылинки пролетает мимо вот если нету ничего никаких загрязнений на а линзе лучше ее не трогать если там какой-то слабый отпечаток пальца также также можно закрыть на это глаза особо это это плюсом вам не даст никакого изображения если вы очистите линзу ну если вас бесит не знаю каким-нибудь ну не растворителем но спиртом на основе воды и хорошо подходит также салфетка для протирки очков прикольно на ощупь и подходит как разные линзы чтобы не оставить никакие царапины лишний раз сюда не стоит лезть это абсолютно бесполезная затея по поводу работы 30 тысяч часов это не проектор ламповый здесь подсветка лет это говорит о том что никто здесь принципе не меняет никакую лампу запас у него 30 тысяч часов если вы будете в день использовать по часа 45 то вам может лет на 7-10 хватить я так понял никто еще и не пользовался ими районе там 70 лет еще с тех пор не прошло столько времени как они начали выпускать более-менее толковые модели вот конкретно тенгер l7 а он выпущен 2020 году судя по обзорам раз я видел обзор вообще датированы девятнадцатом году ну скорее всего это конец 19 начало двадцатого года 2020 естественно вот ну а дальше я вам видео покажу и расскажу все свои плюсы и минусы данного китайского гаджета то есть лампа здесь не меняется здесь меняется скорее всего подсветка идет экран зеркальце здесь матрица ну это проще говоря отсюда подается свет свет проходит через линзу и у вас получается изображение на вашем полотне для проектора для просмотра кино либо игр в общем что хотелось показать в данный момент мы посмотрим как себя ведет проектор при днем свете а именно при даже свете лампы люстры которые обычно все пользуются там ватт до 100 к примеру сейчас вот летят в комнате естественно свет попадает на полотно проектора телефон захватывает картинку немного лучше на нем кажется что картинка лучше она немножко похуже потому что образуется некая пелена на полотне и уже за ним вы видите изображение но это не мешает видеть примеру youtube те вкладки все надписи пуск даже часы читаем и я сижу с расстояние от монитора от полотна вернее проектора больно но где-то метр полтора метра расстояние вот я это все вижу естественно отойти дальше и дальше будет это все видно это как то есть какую картинку передает проекта при включенном свете в комнате а дальше посмотрим как себя ведет проектор все-таки было приятных для него условиях темноте большинство выглядит плохо но если мы зайдем мой пк локальный диск д диск c здесь все прочитать можно естественно это не будет идеальным выглядеть так как на 4к телевизоре потому что 4к как раз для него диагональ минимум это 50 больше не меньше по крайней мере касаемо проектора он настраивает фокус центре края за выливается немножко либо вы делаете так что края становится четкими но центр замыливается вот почему-то так поэтому ставите центр вы все равно смотрите в центр экрана и я особо такой диагональ его вообще не замечаете что показала практика я с мы посмотрим проектор на примере игр что нам нужно youtube и чтобы вообще не дергаться между герцовками заходим в панель управления nvidia и я выбираю 50 герц 50 герц это обязательно нужно для игр потому что картинка как-то дергана выглядит если 60 герц ставите но не на всех играх на некоторых играх это заметно в возможно и 60 можно ставить но ставите 50 герц будет все нормально будет хорошая картинка чтобы не дергаться и для ютуба это тоже подходит вот поэтому full hd разрешение 1080p не ай 50 герц меня в панели управления ну или как-то там настройках windows итак рассмотрим на примере игры silent hill анхил фонками ну и собственно запустилась сама игра с анхил фон камен можете наблюдать как бы записывать камера правда не 60 fps имеете ввиду а в 30 кадров вот камера телефона но здесь она немножечко получше снимает чем моя экшен камера вот и нет естественно эффекта рыбьего глаза это когда выпучивается изображение вас такое ощущение что вы смотрите глазок застал к тут нереально громко ну как бы тут и сама застал казино 6 не 60 кадров а в 30 это видно невооруженным глазом игра сайлент хил фон камен напоминаю лук солдар сайкс сайдс солдар саньки сэр почему нужно выбирать 50 герц потому что некая такое дергание картинки происходит вот она здесь лечится уменьшением герцовки можно даже принципе 30 кадров ставить вы все равно не заметите разницы фактические картинка станет еще плавнее и она не будет выглядеть такой дерганой как на мониторе поэтому я стоял и 30 кадров и было нормально просто я для стрима ставлю больше 50 60 а так как камера пишет в 30 есть еще и показывать картинку исходную в 30 она естественно будет писать это все с дерганями вот поэтому можно смело даже 30 кадров ставить можно играть в принципе на слабом компе какую-нибудь требовательную игру что они есть плюсом по поводу разрешения лучше на она все таки ставить full hd ставишь 1600 на 900 но уже не только говорится пальто мы мыльность появляется она экране проектора а full hd ставьте минималки если игру плохо тянет и вперед и в бой с песней вот при 60 кадрах появляется некое дергание некое дергание дергание картинки но она через полчаса на она перестает как сказать раздражать и ты уже не обращаешь на это внимание silent hill home каминг это первая игра которую я выйдем главное меню это первая игра которую я запустил на проекторе и после того как я был разочарован изображением на рабочем столе я подумал о май гад хотя запускал при этом программы и все выглядело довольно разборчиво вот а когда я включил игру homecoming я блин я захотел пройти эту игру еще раз потому что картинка мое почтение плюс блин диагональ 55 первый раз я увидела дюймов 65 сейчас она из-за того что ширина полотна всего 120 сантиметров лучше не позволяет мне сделать да и просто я сижу слишком близко поэтому на близком расстоянии должна быть картинка где-то в районе 50 55 дюймов вам хватится глаза если вы смотрите состоянии полтора метр семьдесят от экрана проектор так настройки покажу вам видео а это вообще частота 30 стоял в 50 равно игру почему-то перекидать 60 но это происходит тогда когда вы дергаете hdmi кабель переключая к примеру то монитор то проектор и windows как-то запоминает почему-то дает картинку 60 если у вас будет постоянно один и тот же кабель нужно определиться с последовательностью подключение кабеля компьютерного и кабеля hdmi который идет на проектор вот и тогда таких проблем не будет 50 кадров нажимаем любую кнопку загрузить шепард глен все тот же так в общем сан хилл меня нереально удивил видно все волосы голове видно все приколы на одежде где-то выйти на светлое место как у нас захватывает ну блин телефон пишет немножечко получше но в реальности картинку я не могу вам передать словами такое ощущение что вы попали в кинозал и вам на экране кинозала предлагает поиграть в игру вот может быть вам это заметно но при пяти сети выглядит некое дерганье из при 30 было лучше на это если смотреть по сторонам если смотреть четко на персонажа следит за внимание скажем за общей картиной тогда нормально все она не бесит то есть ты обращаешь внимание когда играешь все таки смотришь и твой взгляд устремлен в центр экран поэтому как бы пофигу но ощущение проектора абсолютно наверно отличается даже от телевизора ну либо надо хороший телевизор имейте ввиду большой телевизор с диагонали в 50 если на нем не будет 4k картинки он естественно будет показывать похожую картину то есть вам не будет какой-то супер там четкость вам каминг выглядит просто потрясно данный момент я сижу рядом с проектором он у меня находится грубо говоря над головой и расстояние до него очень близко сантиметров 50 и когда кулеры повернуты к вам они идут с одной стороны забираются воздух тут же выдувается все это на правой стороне проектора так вот шум сопоставим где-то как если у вас трубовая видеокарточка то на работает на максимум которая разогрелась принципе шунда довольно ощутимый и немного устаешь от него при том что эта модель считается из ванных среди проекторов одной из самых тихих вот если его подвешивать где-то выше или сидеть не возле него тогда все нормально звук терпи текстура должна быть максимально гладкая чтобы на ней не было никаких шероховатостей в принципе очень часто подходит ткань но как я и говорю специальная ткань проекторная она серого цвета светоотражающая здесь наоборот светопоглощающая наоборот не глянцевая поверхность а максимально матовая смотрел обзоры там люди сравнивали экраны очень часто мне не подходили под конкретный проектор с некоторым работает хорошо специальный экран с алиэкспресс некоторым плохо это имеется ввиду самая дешевая ткань там в районе пару тысяч рублей вам обойдется может быть чуть-чуть дешевле полторы вот моем случае использована еще раз повторяю ткань не ткань а потолочные обои они не выкрашены ни в какой цвет вот беру белые первозданном виде какие есть сзади находится подложка подложка из черной ткани я специально так себе сделал вот чтобы не видеть как в моем случае то что происходит за ней вот и не обращать на это внимание google поиски все есть для того чтобы понять кака вам диагональ важная специальная картинка классики вкладку картинки и по-любому там списке вниз опуститесь найдете градацию размеры сколько это дюйма по диагонали сколько это ширина экрана сколько это будет высота и по ней можете ориентироваться по ней уже делать размер полотна которое вам необходимо никаких секретов нет я пробовал на ткани проекторной специально которая скручивается в рулон советский проектор там как раз тоже ширина была 120 я скажу яркость в один раз точно лучше то есть становится ярче и картинка четче если вам удастся найти от советского проектора такой экран покупайте смело очень хорошая вещь но на том экране есть текстура на самом полотне идет текстура как будто бы стежки и такое ощущение что вы теперь на экране наблюдаете пиксели но картинка в разы становится ярче и четче собственно я хотела вам показать как снимают телефон экран где-то картинка будет более правдива как видите углы не засвечены мне в этом плане повезло но когда вы играете есть определенная мутность в этих углах ну блин ваш взор вот он прикован тупо к центру экрана все что здесь происходит по углам это уже вас абсолютно не волнует потому что диагональ 60 дюймов а делать 70 это очень огромная картинка в данный момент 55 дюймов ширина экрана как я говорил 120 сантиметров по диагонали это около 140 о недостатках данного проектора что лично я заметил это сенсорные кнопки это неудобно принципе 10 раз ошибся на 11 раз ты уже запоминаешь что что где потому что путаешься в меню все-таки пульт должен быть это удобно но если он у вас стоит стационарно вы его настроили один раз запоминаете меню принципе больше вам лезть к нему не обязательно что не понравилось по звуку не понравилось все-таки динамик пытается перекрикивать шум кулера на выдув вот пытается его перекрикивать по звуку но при этом звук неплохой в принципе если нет у вас никакой дополнительной акустики можно ничего не использовать если вы любитель конечно отдельного звука что у вас ничего не раздражало лучше подключить какие-нибудь bluetooth колонку по выходу на наушники либо музыкальный центр либо что у вас там есть домашний кинотеатр пять в одном здесь есть некие настройки по меню которые вам принципе помогут возможно настроить звук так как нужно вот из минусов я же говорю динамик пытается перекрикивать улер на выдув но это не критично это принципе судя по обзорам как говорили есть честно примут огромного минуса в этом такое не заметил дальше судя потому как нужно устанавливать проектор по расстоянию идеальное расстояние чтобы получить картинку в 60 дюймов должно быть у вас 175 сантиметров от экрана проектора над полотна на который вы проецируете изображение с проектора 175 сантиметров и желательно чтобы он был на уровне экрана не выше не ниже есть настройка изображение таком плане есть настройка уменьшение изображения то бишь вот у вас экран вот такого размера вы хотите немножечко поменьше это все тоже можно настроить но она как по мне все таки картинку делает хуже вот поэтому проекта должен быть напротив экрана идеальное расстояние для него это метр семьдесят пять на расстоянии трех метров у вас выйдет картинка где-то в 100 дюймов вот при картинке в метр семьдесят пять вы можете сидеть на расстоянии приблизительно двух метрах от него и от экрана и нормально все видеть вот естественно если у вас расстояние от проектора до полотна около трех метров то придется вам сидеть на расстоянии метров пяти чтобы увидеть весь экран но если вам нравится то можно принципе сделать и огромный экран до 100 дюймов он должен показывать я лично это не проверял но судя по обзорам так и есть картинку 100 дюймов получить можно что не понравилось звук пробежались настройка теперь самого фокуса ну я считаю это способ конечно неудобным до историческим вам нужно идеально подкручивать колесико она не вращается здесь идеально но это не значит что на вашем проекторе что вас возможно будет другой не обязательно эту модель покупать мне просто он достался по доступной цене и с выложи матрицы естественно я выбрал его так как по цене в 4000 рублей у меня не было выбора кроме этой модели и еще есть проектор он тоже хороший байн тег к 9 н по моему так он называется к 9 н у него матрица не full hd hd но он при этом выдает уже хорошую картинку и его тоже можно как вариант попробовать если он по цене в 45 тысяч рублей вот считая настройку фокуса конечно это доисторическим методом постоянно на либо ну точная настройку сделать сложно чем плохо еще по поводу настройки фокуса здесь матрица больше чем размер самой линзы и она затемняет углы немножечко но этот эффект есть некоторым людям попадаются модель там где экран с на экране многим попадается модель где на экране идет затемнение вот именно конкретно к примеру левого или правого угла и это никак не лечится потому что здесь матрица внутри больше чем размер линзы если верить обзором людей у которых через руки проходили сотни а то и до тысяч данных девайсов таких как лет или ванал сиди проекторов то есть человеку есть чем сравнить в принципе нужно поверить мне досталось модель который края видны особо такого прям минуса я в этом не заметил но это доисторическая настройка но эта настройка такая же на всех абсолютно проекторов ты либо можешь это с пульта делать при помощи пульта управления либо вручную здесь делается вручную на большинствах модели он тоже делается вручную здесь просто колесиком как-то примитивно сделано вот не совсем есть удобно слишком она утоплена вниз не могли бы они учить повыше сделать но клавиша прорезинена и в принципе ну немножечко помучатся и как говорится все готово и так из минусов все-таки если рядом стоит немножко шумно ват идеально расстояние метр семьдесят а это значит что вы должны использовать штатив от пола либо устанавливать его на столе вот так как расстояние до экрана метр семьдесят это некоторые конечно дискомфорт вызывает если у вас есть диванчик какой-то удобный вы сидите на расстоянии от проектора метра три и где-то посредине стоит у вас проектор на расстоянии метр семьдесят семь от полотна проектора принципе в этом никакой проблемы не будет вот поэтому есть некий такой нюанс либо вам нужно использовать специальный кронштейн а это еще дополнительная тысяча полторы рублей это удобный кронштейн который поворачивается в разные стороны чтобы вам допустим его прикрепить на стену либо потолочный кронштейн но как я говорю если потолочный значит этот кронштейн должен быть настолько вниз опускаться насколько возможно потому что все-таки должно быть параллельно экрану соображения не должен проектор быть вот так не должен быть вот так потому что не есть хорошо это отражается на картинке но это не смертельно если честно бы сказать что но это не это минус но это не слишком огромный или существенный минус вот поэтому такие вот дела ну естественно если вы пультом пользуетесь глазок сзади это не есть года вот принципе каждая модель из проекторов чем-то до плохую сторону и отличается сегменте бюджетом не бывает что все было идеально чуть чуть побольше заплатили если у вас 5000 рублей за эту вещь она стоит сто процентов своих денег за 5000 рублей вы никогда не купите телевизор диагональю 50 60 70 дюймов ну просто таких цен природе не бывает за новый 10 тысяч отдать тоже принципе хорошо никто им не пользовался вы первый владелец все будет нормально вот цикл служба у них всем тире даже 10 10 лет если хорошо использовать его не в жарких условиях главное чтобы не перегревалась ничего внутри и поиграл как говорится жду от вас лайков жду от вас комментариев что вы думаете по поводу данного девайса вот интересно будет узнать всем спасибо за внимание пока спасибо за внимание но пока пока Продолжение следует...